Интервью с представителем компании Атасовурта, Исиф Магай, как вы оцениваете игры осенней серии? Вы знаете, эта серия была действительно очень интересная, очень яркая и, я бы даже сказал, напряженная борьба между командами, претендентами на выход в финал. И более того, я скажу, что по результатам этой серии, я думаю, что действительно победа команды Аскерова – это достойная победа достойной команды. Мы все давно с нетерпением, болельщики, любители этой игры ждали выхода финальной серии игр команды Аскерова. Я думаю, что они этого заслужили и своей сегодняшней игрой они действительно показали, что они достойны играть в финале и, возможно, даже и выигрывать. Скажите, а если коснуться другой полуфинальной пары, команды Аэра Мусаева и сборной команды, где капитан был Рустам Фталиев, вот чью игру можете отметить, имею в виду персоналии? То, что касается команды Аэра Мусаева, я думаю, что их победа тоже была заслуженной, поскольку команда очень сильная. Команда давно играет в клубе, но ей в каких-то определенных моментах где-то не хватало просто везения. Я думаю, что победа в этой серии действительно их вознаградила за все эти неудачи и поражения, которые они претерпевали на всем достаточно длительном пути своего пребывания в клубе. И я их тоже искренне рад за них и поздравляю. То, что касается сборной команды, то в этой команде играют очень сильные, очень хорошие игроки. И просто единственное, что сыграло против них в этот раз, это несыгранность. Это было заметно. Ну, это естественный фактор, поскольку команда для того, чтобы работать как единый организм при обсуждении версии за столом, должна иметь определенный, достаточно длительный опыт общения друг с другом, когда люди понимают друг друга не то, что с полуслова, а даже со взгляда и где-то, наверное, на каком-то более тонком уровне. Если эта команда в дальнейшем сохранится в этом же составе, я думаю, что у нее очень хорошие перспективы. По итогам осенней серии определились уже все участники финальной серии 2019 года. Это команда Джалла Руджева, которая, как самая титуловная команда клуба, сразу получила место в финале в зимней серии. А также команда Таир Мусаева и команда Рошана Аскерова. Скажите, от какой из этих команд вы ждете наиболее яркой игры? Ну, я думаю, ни для кого не будет секретом, что наиболее яркую игру всегда показывала команда Аскерова. И даже не буду скрывать, я всегда был большим поклонником и любителем этой команды. Поэтому я опять-таки надеюсь на их искрометную игру и, признаюсь откровенно, буду болеть за них. Две недели назад на игре команда Таир Мусаева вывыскались за то, чтобы засчитать команде ответ на вопрос. Там ответом были ножи. Таир Мусаев дал не совсем точный ответ. Скажите, вам, как представителю, как защитнику интересов телезрителей, как вы пришли к такому решению и насколько было легко или трудно его принять? Ну, вы знаете, по большому счету мне не было сложно принять это решение. Почему? Потому что, как я уже озвучил свое мнение непосредственно на самой игре, в ответе команды прозвучало слово «нож». Просто после того, как ведущий начал их допытывать в дальнейшем, они добавили слово «резко». Ну, опять-таки, с большой натяжкой «резко» можно в какой-то степени, как определение обобщающее применить и к ножам, наверное. Но то, что слово «нож» прозвучало, я думаю, что это дает полное основание и право признать ответ команды правильным. Поэтому, как бы, и помимо этого считалось, как бы бытовало такое мнение в клубе, что у меня к этой команде какое-то предвзятое отношение, в свете того, что, дай бог памяти, года два назад, тоже в достаточно ответственный момент игры, я высказался за то, чтобы команде засчитать поражение, поскольку счет был тогда очень интригующий, 5-5. Я думаю, что этим своим поступком я просто доказал, что у меня нет абсолютно никакого предвзятого отношения к команде. Я всегда за справедливое. За справедливый выбор, за справедливое решение. И кого вы считаете лучшим игроком осенней серии, если касаться всех игроков, всех команд? Достаточно сложный вопрос. Вы знаете, я даже боюсь, что не готов ответить сейчас на него, потому что очень многие игроки играли хорошо и сильно. Вот раньше по старым правилам… Знаете, я бы сказал, что мне очень понравился дебют новой участницы команды Аскерова. Джамиля Азизовой. Джамиля Азизовой, совершенно верно. Поэтому, учитывая то, что, насколько я понял, этот игрок достаточно длительный период не играл в клубе, не принимал участие в играх клуба, по крайней мере, на моей памяти этого не было. И такой достаточно яркий дебют по истечении пяти лет дает, пожалуй, право назвать ее, наверное, лучшим игроком. Лучший дебют. И в этом же смысле, в этом значении, как и лучшего игрока ее тоже можно признать. Так что я согласен с мнением госпожи Гасанзадеп. Так что она действительно лучший игрок не только последней игры, но и, наверное, всей серии в целом. Большое вам спасибо за интервью, за интересные ответы и до встречи в зимней серии, финальной серии 2014 года. Спасибо большое, до встречи.